Всем привет! Сегодня мы предлагаем вам видео обзор коммунальной дорожной машины SMD 502900 производства ПК Ярославич. Это наш первый обзор по данной машине, но надеюсь, что не последний. Вот она стоит как раз сзади у меня, такая вся новая, красивая. Давайте подойдем и посмотрим, что же она из себя представляет. Итак, вот она эта машина, комбинированная дорожная машина SMD. Она, кстати говоря, уже готова к отгрузке и буквально сегодня-завтра должна отправиться к клиенту. Итак, что же мы здесь видим? Передний поворотный отвал для уборки снега с проезжей части. Это отвал УПО-3. Он сам по себе очень крепкий, надежный и достаточно универсальный. Конструкция очень прочная. Ширина его 3 метра. Это при установке подборок. При повороте ширина очистки 2,7. Отвал в данном случае комплектуется металлической полосой, грейдерным ножом. Но также может устанавливаться и резиновый нож. Резиновый дефлектор для защиты от снега, чтобы снег не летел на лобовое стекло. Также отвал снабжен системой защиты от наезда на препятствия. Специальные пружины, которые срабатывают, если попадается что-то твердое. Здесь есть регулировочные опоры, для того, чтобы не повреждать асфальтовое покрытие дороги. Отвал поворачивается вправо-лево, как я уже сказал. Подъем опускания тоже все это гидрофицировано. Имеются специальные маркеры для обозначения габаритов, чтобы водитель мог видеть. Ну и габаритные огни для водителей встречных или попутных машин. Идем дальше. Еще мы видим здесь боковой отвал. Это очень большое достоинство данной машины и ее комплектации. То, что она укомплектована боковым отвалом. Что это дает? Боковой отвал предназначен для очистки пространства с правой стороны автомобиля. Ширина его 2,2 метра. То есть, при работе он, соответственно, раскладывается, опускается и работает как грейдер. Во-первых, это позволяет очищать за один проход машины. Позволяет очищать ширину дороги почти в 5 метров. То есть, можно за раз очищать две полосы. Две полосы движения. Также этот отвал можно использовать для очистки обочин. То есть, передним отвалом, в данном случае УПО-3, снежная масса сдвигается с дорожного плотна направо на обочину. А боковой отвал... Дальше уже сдвигает этот снежный вал, эту снежную массу, в кювет. В результате чего обочина остается чистой. Отвал этот также снабжен упорами для того, чтобы грейдерный нож, в данном случае, он тоже сменный и оборотный. К тому же, вот вы можете увидеть. Также этот отвал снабжен системой самонавешивания. То есть, без особого труда его можно установить на автомобиль. И, если не нужен, соответственно, снять. Все гидролинии подключены через быстросъемные муфты. Соответственно, тут тоже ничего сложного не будет. В кузове автомобиля установлен распределитель реагентов с точной дозировкой Roadmaster. Вместимость данной модели 12 кубических метров. Работать он может с песком, с песчано-соляной смесью, с гранитной крошкой, с чистой солью. Для этого по бокам устанавливаются специальные баки для смачивания соли. Ширина распределения реагентов до 12 метров. Направленность распределения можно изменять при помощи специальных регулировок. Эта модель, соответственно, имеет опоры хранения, поскольку она устанавливается в кузов. Для того, чтобы снять ее, вынуть из кузова или установить обратно, не требуются грузоподъемные приспособления, то есть кран. Она просто встает на свои опоры. И, соответственно, летний период, пока не требуется ее эксплуатация, она просто стоит на своих опорах. В этом распределителе используется сверхнадежная цепь, бестулочная, которая не требует совершенно никакого обслуживания, ни смазки, ни натяжки. Здесь уже стоят натяжители специальные. Также мы можем видеть, что здесь имеется лестница, очень удобная и безопасная для оператора. Бункер в данном случае выполнен из легированной конструкционной стали, окрашен двухкомпонентной полиуретановой эмалью, но по заказу клиентов может быть изготовлен и из нержавеющей стали. Мы видим здесь дублирующие сигналы указателей поворота, габаритов и стоп-сигналы. Ну вот, в принципе, и все. Такая вот машина. Практически основные моменты мы сейчас с вами увидели. Здесь, кстати, стоит уже KDM 7615, но это тема для следующего обзора. Итак, если есть у вас комментарии или желание приобрести данную машину, аналогичную ей, то звоните, пишите. Будем всегда рады. Еще раз посмотрим, как она выглядит спереди. Вот такая вот машина. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.